Скифы Скифы жили в Причерноморских степях. Небольшая их часть занималась земледелием, остальные разводили лошадей и пасли их в низовьях Дуная, Днестра, Днепра и Дона. Скифы пили кобыльи молоко, почти не ели хлеба, шили одежду не из тканей, а из выделанной кожи. Когда лошади вытаптывали траву, скифы перегоняли свои табуны на новые пастбища. Они не строили дома, а жили в круглых войлочных юртах, которые возили с собой на повозках. В могилы своих вождей скифы клали золотые украшения, изготовленные искусными мастерами, а сверху насыпали курганы. Эти курганы и сейчас высятся в степях Причерноморья. Золотые украшения, найденные археологами, хранятся во многих музеях как самые редкие и дорогие экспонаты. А копия золотого бегущего оленя из скифского кургана стала одним из самых популярных ювелирных украшений. Скифы жили по соседству с греками, торговали с ними, но твердо держались своих обычаев и не хотели перенимать греческие привычки и культуру. Скифы были храбры и воинственны. Они поклонялись богу неба, богу очага и богу войны. Богом войны у них считался огромный меч, вкопанный на вершине холма. Обострее этого меча скифы срезали голову каждого сотого пленника. Скифы не раз совершали опустошительные набеги на другие страны и доходили до Египта, и даже побеждали жестоких ассирийцев. Воевали скифы верхом на лошадях. Любимым их оружием были лук и стрелы. Скифы оберегали свои степи, и ни одному завоевателю не удавалось проникнуть к ним. И вот царь царей Дарий решил покорить их. По приказу персидского царя, греческие мастера из подчиненных ему городов построили мост через Дунай. Несколько дней армия Дария, собранная из завоеванных им народов, переходила Великую реку. Когда переход закончился, Дарий оставил у моста отряд охранников наемных греков и дал их командиру ремень с шестью десятью узлами. «Каждый день развязывай по узлу. Если я не вернусь через шестьдесят дней, значит, я победил скифов и возвращаюсь в Персию через Кавказ. Тогда разрушь этот мост», — сказал Дарий. С первых же дней похода на армию персов начали нападать конные скифские отряды. Они осыпали врага тучами стрел и уносились вновь в степь. Дарий упорно преследовал их. С каждым днем все меньше рек встречалось на пути персов, а колодцы были завалены и отравлены. Скифы нападали все чаще. Персы не могли вступить с ними в решающее сражение и несли большие потери в мелких стычках. Тогда Дарий послал к скифам послов. Послы обратились к скифскому вождю, могучему старцу Идантирсу. «Зачем вы убегаете от нас, скифы? Если вы считаете себя сильнее, вступите с нами в бой. А если вы слабее, пришлите нашему царю горсть земли и сосуд с водой. И покоритесь». «Мы не убегаем от вас, персы. Мы просто кочуем по своим степям, как привыкли с давних пор», — улыбнулся Идантирс. «Что же нам передать царю царей?» «Передайте наши дары». Вернувшись в свой лагерь, послы вручили Дарью корзину, завязанную платком. Царь снял платок, из корзины вылетела птица, потом выскочила мышь и выпрыгнула лягушка. На дне лежало пять стрел с бронзовыми наконечниками. «Все-таки они покорились мне», — воскликнул Дарий. «Птица живет в воздухе. Мышь в земле, а лягушка в воде. Значит, они отдают мне просторы своих степей, землю и воду, и слагают оружие. Стрелы». «Нет», — возразил один из придворных, который хорошо знал обычаи скифов. «Эти дары означают, если вы не умчитесь, как птицы, не спрячетесь, как мыши в земле, или не скроетесь, как лягушки в воде, то все вы погибнете от наших стрел». Приближенные Дария заспорили о значении даров. Их спор прервался нападением скифов. Кочевники снова нанесли врагу огромный урон, но как только Дарий выстроил свою армию для сражения, тут же отступили, не потеряв ни единого воина. Дарий собрал своих придворных. «Скифы любят свободу больше золота. Им не нужны пурпурные ткани и дорогая посуда. Их нельзя подкупить, как финикийских и вавилонских купцов или египетских жрецов. Мы не сможем победить их». На Совете было решено отступать. Уже шел тридцатый день после перехода моста через Дунай, а войско с огромным числом раненых и больных не могло двигаться быстро. Дарию пришлось постыдно бросить почти половину своей армии и обозы. Скифы каждый день нападали на отступающих персов. Отряд скифских конников, посланный Идантирсом, опередил Дария и примчался к берегу Дуная. Скифы, угрожая нападением, приказали грекам, сторожившим мост, разрушить его, чтобы персы попали в ловушку. Шел шестидесятый день после начала похода. Командир отряда развязал последний узел на оставленном ему ремне. Греки разрушили часть моста, прилегавшую к скифскому берегу. А ночью персидское войско подошло к Дунаю. Увидев, что моста нет, Дарий впал в отчаяние. В его свете находился один египтянин, обладавший необычайно громким голосом. Он стал звать командира охраны. Охранявшие мост услышали крик, подплыли на лодках и быстро восстановили разрушенное. Перейдя Дунай, Дарий в страхе перед скифами приказал тут же поджечь этот мост. Скифский поход Дария был первым поражением персидской армии. Слава о непобедимости персов померкла. Но скифы были далеко за морем, и могущество персидской державы не пошатнулось. Дарий утешал себя тем, что скифы не разбили его в открытом бою. Продолжение следует... Продолжение следует...